Чем отличается информирование граждан от предвыборной агитации? Чтобы разобраться в тонкостях законодательства, которое касается работы СМИ на выборах, в Самарском доме журналиста собрались федеральные и региональные эксперты. Ведь уже не за горами главное политическое событие страны – выборы президента Российской Федерации. Они пройдут 15, 16 и 17 марта. Освещая предвыборную кампанию, средства массовой информации должны объективно относиться к тому, что происходит. Очень важно, чтобы были у всех кандидатов равные возможности и давали зрителю, читателю, слушателю реальную картину. Очень важна позиция СМИ и в плане мобилизации наших избирателей, чтобы они пришли на голосование и свободно изъявили свою волю в отношении любого кандидата, которого они сами ценят, выберут для себя. Задача СМИ в предвыборный период – не просто донести информацию до населения. Важно сделать это объективно, констатируя факты без личностных оценок ситуации. Мы не можем сказать, хорошо дело идет на этом участке или плохо идет дело на этом участке. Мы можем говорить о фактах, о наличии или об отсутствии пандусов, о доступной среде или о недоступной среде, о том, что мы можем показать какую-то перепалку, но ни в коем случае не давать оценку тому, что происходит. Вот это, пожалуй, главный принцип работы СМИ, и этим мы всегда отличаемся от блогеров, которые могут себе позволить на своих страницах дать субъективную оценку. Выборы президента проходят в непростых условиях. Возможны вбросы в информационное поле и многочисленные фейки, говорит председатель Ассоциации некоммерческих организаций независимый общественный мониторинг Александр Брод. Он участвует в заседании круглого стола по видеосвязи. Сейчас выборы диктуют новые подходы, новые понимания общественно-политической ситуации, и особенно то, что проходят они в условиях очень серьезного политического информационного давления. Мы этой теме по линии Ассоциации НОМ, по линии Президентского Совета по правам человека уделяли много внимания, много выступали. Был специальный доклад о информационных рисках и попытках дискредитации избирательной системы со стороны политиков недружественных стран, со стороны ряда средств массовой информации, которые публикуют непроверенные данные, пытаются похеять тревогу в среде наших избирателей, недоверие к избирательным процедурам. Звучат призывы приходить на участки, портить избирательные бюллетени, бойкотировать выборы, устраивать протестные акции. Конечно, такие призывы не имеют ничего общего ни с правом, ни с этическими нормами. Фото- и видеосъемка на избирательных участках может вестись только аккредитованными журналистами, имеющими подтверждающий этот документ. При этом категорически запрещается нарушение тайны голосования и фиксация персональных данных избирателей. Теперь операторы и фотокорреспонденты могут работать только находясь в определенных точках, разрешенных для видеосъемки. Со всеми изменениями в законе о выборах можно ознакомиться на сайте Центра избиркома. Важное правило для журналистов – не создавать помех работе избирательных комиссий. Почти тысячи участков оборудуют стационарными видеокамерами, на остальных будет вестись точечная видеофиксация. Для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будут работать независимые общественные наблюдатели. Они прошли обучение, всего подготовлено 5000 человек. Координация работы этих людей в дни голосования – одна из основных задач деятельности общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Штаб общественного наблюдения внимательно относится ко всем этапам избирательной кампании. С 17 февраля у нас начинается режим активной агитации, и поэтому мы традиционно с Союзом журналистов Самарской области, с заинтересованными средствами массовой информации, огромное вам спасибо, с блогосферой. Сегодня договариваемся о том, что у нас будет глубокая информационная работа. Мы должны рассказать о всех программах наших кандидатов на пост президента Российской Федерации, и, конечно, соблюдать все правила законодательного регулирования и не допускать вот той оголделой агитации, которая иногда, к сожалению, имела место быть. Напомним, в этот раз в состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами вошли 15 человек, в том числе представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации, председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok